Настоящее кино, как произведение искусства, всегда поэтично. Его, как и поэзию, невозможно пересказать протокольными формулировками. В противном случае это уже не искусство. Ну, попробуйте любое стихотворение рассказать своими словами, ничего не получится. Так и с кино. Такими мыслями делился кинорежиссер Михаил Ильенко перед ретроспективным показом фильма его брата, классика украинского поэтического кинематографа Юрия Ильенко «Молитва за Гетмана Мазепу». Почему-то само название ему не нравилось, хотя он был вне этого поэтического кино. Он-то и не работал, по сути. Возможно, не нравилось ему, потому что много реплик звучало ироничных, саркастических, да и агрессивных в адрес поэтического кино. И это ложилось таким грузом. А за пределами этого кино он вообще не работал, так что оно не может умереть. Я думаю, здесь нужно как раз волноваться не поэтическому, а протокольному кино. Оно не такое продолжительное, а поэтическое надолго. Ну, Довженко вспомните. А поэтическое надолго. Ну, Довженко сгадает. Юрий Ильенко. Родился в Черкассах. Окончив в 60-м году операторское отделение российского ВГИКа, дебютировал как оператор в фильме «Прощайте, голуби» и сразу получил награды за операторскую работу на международных фестивалях в Праге и Лакарно. Вслед за этим Сергей Параджанов пригласил Ильенко к работе над своим проектом «Тени забытых предков». После успеха «Тени» Ильенко остался работать на киевской киностудии не только как оператор и сценарист, но и прежде всего как режиссер, где и создал свои лучшие фильмы. Да, он никогда и не скрывал, что в начале своей карьеры проработал в Москве. Он говорил, да, действительно, с меня империя делала янычара. Я действительно говорил по-русски. Я полностью был интегрирован в имперскую культуру. Но потом я вернулся домой. И я снова стал украинцем. За 48 лет работы в кино ровно половину этого периода он был безработным, как кинематографист. В разные годы почти все проекты Юрия Ильенко были либо запрещены, либо отменены, даже на стадии киносценариев. Поднимись, подивись хоть раз на свою пидорку, ворохни в устами, пробовь хоть одно словечко. Чем ты такой холодный? На самом деле проблема в том, что при его жизни он очень мало снял лент, как режиссер. Большую часть времени он боролся за право снимать, снимать то, что он хочет. Он снял всего лишь 12 лент, как режиссер. Очень мало. По-моему, у Бергмана больше 40. Он снимал каждый год. По-моему, у Бергмана больше 40. Он снимал каждый год. А у отца были перерывы. Под 10 лет он не снимал. И это накапливало огромную нереализованную энергию. Поэтому он к каждому фильму подходил, как к первому и как к последнему. Он не может быть, как к первому и как к последнему. Но он и независимую Украину уже увидел. Так что здесь человек прожил несколько стран, несколько эпох, можно сказать. Очень искренне на все реагировал. В какие-то периоды это было очень опасно. Был абсолютно искренним в своих проявлениях. Мы просто так не умеем ценить человека при жизни. Мы травим, добиваем, а затем после смерти кричим, что это же гений. Как режиссер Юрий Ильенко создал 13 фильмов, многие из которых имели непростой путь к зрителю. Дебютная работа «Колодец для жаждущих» по сценарию Ивана Драча об истреблении украинского села была признана антиколхозной и антисоветской и запрещена коммунистическим киноруководством на 22 года. Второй фильм «Вечер на Ивана Купала. Аллегорическая история Украины». Решением министра культуры СССР был снят с показа и отложен на полку на 20 лет. Вернули его на экран в 88-м году. Третий фильм Юрия Ильенко «Белая птица с черной отметиной» получил определение как наиболее вредный, особенно для молодежи. Шоком для руководства стало то, что впервые в истории был показан в качестве главного героя не коммунист, а воин УПА. Фильм был удостоен получасовой овации с 6 тысяч зрителей и гран-при Московского международного кинофестиваля. Но в нашей стране оказался в опале на долгие годы. «Белую птицу» можно было увидеть в Токио, Монреале, Нью-Йорке, Париже, Тегеране, но не в Украине. В 2016 году кинорежиссер Юрий Ильенко исполнилось бы 80. Он не дожил до этой даты 6 лет. Ретроспектива всех его фильмов, подготовленная для широкого просмотра в кинотеатрах Киева, началась с основного хедлайнера этого события – показа последней масштабной работы режиссера «Молитва за Гетмана Мазебу». Зрители впервые смогли увидеть завершенный вариант картины. Фактически это просто завершенный фильм, так как его хотел увидеть автор. На самом деле он немного сокращен, добавлен закадровый комментарий, который дает разъяснение относительно исторического контекста событий, а также о том, что происходило с самим фильмом. Сейчас вы можете увидеть все. Сегодня мне хочется посмотреть какую-то другую версию и другими глазами, потому что я сегодня на очень многие вещи, даже на свою жизнь, смотрю по-другому. А на такие ситуации тем более хочется посмотреть. Через два роки по Полтавской перемозе в травне 1711-го царь Петро потрапил в пастку, налаштованную жопокийным Мазепою. Петро таки наздогнав мертвого Мазепу людь царя на Маламеш. Знаете, через 14 лет на фильм приходит столько людей. Это он просто был бы доволен, я думаю. Фильмы очень быстро стареют, а здесь наоборот. Видите, такой интерес. Хотя фильм облили грязью, фильм запрещали, фильм нельзя было нигде показать. Знаете, я тогда так переживала. Юра мне сказал, слушай, успокойся. Главное, что мы сделали. А как это воспринимают сейчас? Придет время, все встанет на свои места. Поэтому я уверена, что это будет классика украинского кино. Абсолютно. Чрезвычайно мощный по месседжам, чрезвычайно резкий, откровенный, неполиткорректный, нетолерантный, агрессивный, честный с самим собой и честный по отношению к Мазепе. Это не икон, это молитва. Икона, это молитва. А молитва вершится не перед иконой Мазепы, а за Мазепу, у которого были как достижения перед украинским народом, так и грехи. Показана сложная, противоречивая натура одного из главных исторических персонажей в Украине. По словам режиссера, он пытался развенчать мифы. И для этого в картине, рассказывающей о событиях 18 века, появляется даже одиозный маршал Второй мировой войны Георгий Жуков. Из тех фильмов, которые родились за последние годы, на таком уровне национальную историю еще никто не трактовал. Мазепа сформулировал уже концептуально, каким должно быть украинское государство, кто должен быть его союзником, на чем оно должно быть основано, как выстраивать культурную идентичность. Он это делал, он был, пожалуй, самым большим меценатом тогдашней Европы. Об этом кино, собственно, этот фильм. Очень емко выражает свою сверхзадачу сам режиссер в одном из интервью. «Я не замахнулся, я ударил на отмашь». Расчет был точным. Молитву показали на сочинском кинотавре, в официальной программе на Берлинском кинофестивале. Я сказал то, что хотел. Европа знает Варфоломеевскую ночь, когда в Париже погибли 400 гугенотов. А о резне в Батурине, столице Гетмина Мазепы, не знает ничего. А ведь там было уничтожено 15 тысяч жителей по приказу князя Меншикова, любовника Петра Первого. На раскопках Батурина не нашли ни одного скелета, потому что все жители были вырезаны, распяты, прикреплены к плотам и пущены по водам Сейма, Десны и Днепра для запугивания. Есть три трактовки Мазепы. Есть трактовка украинская, есть трактовка русская, и есть трактовка европейская. Как большой романтик берется за волю, за свободу, как повстанец. Это и отражено в творчестве лорда Байрона. И это знаменитая картина Делакруа, где Мазепа на белом коне. Это как иллюстрация этого мифического события, когда он якобы был пойман, выкачанный в смоле и в перьях, посажен на белого коня и пущен в степь. Это до сих пор живет в европейской культуре. И об этом тоже нужно говорить. Самое страшное для талантливого человека – отлучение от любимого дела, невозможность творить. За все годы работы в кинематографе нет ни одного фильма Юрия Ильенко, который так или иначе не поддавался бы переделкам, остановкам. Но как апофеозом гонений стал форменный астрокизм последней монументальной работы о гетьмане Мазепе, фильм снят с показов, запрещен для демонстраций по телевидению, не выпущен на видео. Впрочем, считая себя человеком закаленным, режиссер сознательно шел навстречу буре, понимая, фильм скандально и апатажный. И мне кажется, что он никогда не придавал этому слишком уж большого значения. Конечно, это все равно, так или иначе, это обструкция. Да, это была откровенная обструкция, целая кампания, которая продолжалась не один месяц и даже не один год. Она фактически началась с момента, когда приступили к съемкам фильма Мазепа. Фильм только начал сниматься. Уже организовалась кампания против этого фильма. Конечно, это не могло пройти просто так. Одно дело, понимаете, когда вас критикуют, это нормально. Есть критика конструктивная, есть неконструктивная. На такое, в конце концов, не обижаются. А другое дело, когда лгут, когда просто говорят то, чего нет, понимаете. Но он был сильным человеком. Конечно, он жил на разрыв, он себе не жалел. Это цена, наверное, творческой жизни, цена искусства, цена неготовности идти на компромиссы или бояться. Даже поверхностный анализ творческого пути Юрия Ильенко подталкивает мысль о том, что выдающиеся, незаурядные личности во все времена непросто. В особенности, если это касается искусства, что является подчас мощнейшим идеологическим оружием. В современном мире это особенно остро чувствуется. Это оружие очень сильное и контролируется так или иначе. Сейчас его контролируют в очень такой странный способ. К сожалению, не Украина. Украина пока мало контролирует этот процесс. Его контролируют со стороны России очень активно. Ну, возьмите фильм «Мазепа». Он же очень долго лежал, и никто его не мог увидеть. Отец никогда не пытался всем понравиться. И наоборот, получал удовольствие от того, что он шел против течения. Возможно, это его даже мотивировало еще активнее против него идти. Я не говорю, что у него была только такая философия, лишь бы делать то, чтобы вызвать какую-то против себя реакцию. Но, как минимум, он этого не боялся. Он этого не боялся никогда в жизни. Ни тогда, когда снимали фильмы, которые запрещались советской цензурой. Ни тогда, когда снимали кино, которое Россия запретила, собственно, как фильм «Мазепа». Вы знаете, что до сих пор «Гетман Мазепа» предан анафеме, русской православной церковью. И в фильме показаны такие персонажи, как Петр Первый, Меншиков. И вообще, все то, что делала Россия с Украиной тогда. И фактически сегодня мы наблюдаем то же самое. То есть фильм опередил в этом смысле свое время. «Человек эпохи Возрождения». Эту мерку к сравнению мы иногда слышим о личностях, выдающихся незаурядных, способных к самопожертвованию ради наивысшего наслаждения. Возможности творить и созидать. Это по праву можно сказать о Юре Ильенко, чья жизнь была без остатка отдана украинскому искусству. Но кинематограф – особенная страсть художника. Это было его самое любимое творческое пространство. Кино вообще опасная, рискованная и обременительная процедура. Но одновременно и очень привлекательная. И очень щедрая на сюрпризы. На счастье. Дуже щедрая на сюрпризы. На счастье. Для фактурного выпускника творческого московского вуза Юрия Ильенко, начинающего свой путь в большое кино, счастливой удачей была и актерская проба сил. Как знать, сколько ролей мог осчастливить его талант. Ой, класс! Мне так жаль, ведь он сыграл главную роль в 1963 году в фильме «Улица Ньютона. Дом 1». И почему-то близкий ему круг посоветовал не заниматься дальше актерской карьерой. Я считаю, что это была невероятная ошибка, что он их послушал. С его внешностью – это, знаете, микс. Вентура, Аленделон, Марчелла Мастрояне – все вместе. С его талантом актерским, я думаю, что это была бы невероятная карьера. Все фильмы, начиная со студенческих, Юрий Ильенко сначала рисовал. Он, в принципе, не собирался быть ни режиссером, ни оператором. Он хотел быть архитектором. И к этому серьезно готовился. Видите, он дачу построил своими руками почти. Он человек эпохи Возрождения. Он столько имел талантов, но он их все отрабатывал. Единственное, что он не имел – это музыкальный слух. Ну, не очень хороший. Это единственное. Потому что он бы и музыку сам писал к своим фильмам. Это абсолютно точно. Последний фильм Юрия Ильенко киноведы по праву называют настоящим, аутентичным украинским фильмом, который засвидетельствовал наличие в национальном кино неимоверной пассионарности. Эта страстная ильенковская готовность к сверхнапряжениям и жертвенности ради достижения цели захватывали всех на съемочной площадке. От удивительно талантливого художника Сергея Якутовича до глубинно одаренного актера Богдана Ступки в роли Мазепы. Я уже из Москвы повернулась, а он же тут был классиком. Я уже из Москвы вернулась, а он здесь был классиком. Поэтому я уже его очень хорошо знала, как режиссера, оператора теней, потому что весь в гиг только и говорил об Ильенко. Поэтому здесь я мечтала сыграть хотя бы просто эпизод в фильме Ильенко с Макалычуком и Ступкой. Видите, как мечты сбываются. Я сыграла главные роли, со Ступкой в главные роли и с Макалычуком в двух фильмах. Настоящее искусство, большое кино чаще всего опережают свое время. И великий мастер каждым своим произведением вносил что-то новое в будничность, нарушал покой и рутины. А время все расставляет на свои места. И сегодня мы с наслаждением и восторгом по-новому открываем для себя и для мира киношедевры режиссера Юрия Ильенко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова